Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте, и вот о чем мы вам расскажем в выпуске. Он первым увидел Землю с орбиты. 12 апреля, день полета Гагарина в космос, весь мир празднует как день космонавтики. Отметили его и в Махачкале. Подробности через минуту. Кто не сдаст объекты в сроки, ответят по всей строгости закона. О чем еще говорили на встрече премьер-министра с подрядчиками, расскажем через несколько минут. Святые места с новыми документами. Миграционная служба республики переходит на двухсменный режим работы, чтобы все успели получить биометрический паспорт. Инсульт не приговор. В Республиканской клинической больнице провели операцию, после которой пожилая пациентка полностью восстановилась. 62 года назад, 12 апреля, Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Это путешествие длилось 108 минут. Таким образом, человек, который вживую увидел нашу планету из космоса, открыл эпоху пилотируемых космических полетов. Как отметили этот день в Махачкале, расскажем в следующем сюжете. Всемирный день космонавтики в Махачкале стартовал с лепки из глины на тему космоса и продолжился конкурсом по рисунку. На асфальте исторического парка «Россия. Моя история» несколько десятков школьников поделились своим видением Вселенной. Некоторые подростки впервые рисовали на неровной поверхности и признались, что хотели испытать, получится ли на асфальте изобразить задуманное так же легко, как и на альбомном листе. «Вообще я рисую, но на бумаге. И когда меня попросили и дали мелкие, я сразу же решила нарисовать ракету и звезды. Это первое, что пришло ко мне в голову». «Мы рисуем одну большую композицию, но каждый рисует свой рисунок. Кто-то космос, кто-то планеты, кто-то ракеты. Мы не знаем, какой приз мы получим». Обширная программа с викторинами и мастер-классами ежегодно 12 апреля проходит именно здесь, на площадке исторического парка. По словам организаторов, они каждый раз стараются придумать что-то новое и интересное. В этом году центром притяжения подростков стала мультимедийная фотозона. По проекту задний план транслирует изображение согласно тематике, а зеркальный пол будет отображать картинку, создавая таким образом эффект глубины пространства. «Традиционно исторический парк с размахом отмечает День космонавтики. В этом году у нас появилась классная интерактивная фотозона. К Дню космонавтики закупили новый фильм в планетарии «Одели мы во Вселенной». Также Елена Ивановна Павлюченко отмечает свой день рождения. А еще у нас большой брейн-рин для всех СУЗов, ВУЗов республики. Основная цель популяризировать историю вообще и историю космонавтики. Показать, что история эта весела и интересна, посмотрев планетарии, поиграю в брейн-ринги. И вот эта фотозона, которая еще будет дорабатываться, она как раз тоже про то, что можно сделать интересные фотографии на космических просторах». Показ фильмов о космосе в мультимедийном планетарии привлек интерес не только школьников, но и детей помладше. По словам педагогов, такой формат просмотра научных картин позволяет лучше усвоить информацию и надолго остается в памяти ребенка. «Здесь проводят урок, фильм, и решили привезти детей, чтобы они ознакомились с космосом, с нашей галактикой, чтобы они имели представление обо всем этом. Но детям было очень неинтересно. Конкретно сами планеты, когда разбирали, для них было удивительно то, что эти планеты, они не населены живыми существами. Они почему-то думают, что на всех планетах кто-то живет. Или же инопланетяне там живут. Почему-то они этого ждали». На мероприятии присутствовали и официальные лица. Председатель комитета по образованию и науке Елена Павлюченко выступила перед школьниками. Она напомнила о подвиге Юрия Гагарина и отметила, что такие встречи – это возможность лишний раз пополнить копилку своих знаний. «Космос – это здорово. И нашей стране принадлежит право первым быть в космосе. Юрий Алексеевич Гагарин первым подходил в космос. Не было в мире такого. И уже никто этот подвиг такой не повторит. И это все благодаря нашей стране. Я хочу пожелать, ребята, чтобы вы были образованными, умными, креативными, чтобы вы выросли достойными таких станций и чтобы вы прославляли не только нашу республику, но и всю нашу страну». Ларианна Шимхалаева, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. «Не обещайте ничего из того, что вы не можете реализовать». Абдул Муслим Абдул Муслимов строго предупредил строителей о недопущении срыва сроков сдачи объектов. Такое заявление премьер сделал на встрече с представителями подрядных организаций. По его словам, нарушители понесут наказание по всей строгости закона. Напомним, 30 марта этого года Республика Дагестан, Минпросвещение России и Минобороны подписали трехсторонний протокол, в котором зафиксированы сроки ввода в эксплуатацию образовательных организаций, возводимых в рамках нацпроектов образования и демография. В этом году на территории республики должны быть построены 50 школ и 8 детских садов. «Я вам говорю, официально дальнейших переносов не будет. Я во многих объектах был, это объекты, которые строятся с 2019 года. И каждый раз, когда приезжаешь на дальний объект, они говорят, что объект заденен через 6 месяцев, через 3 месяца, в июне месяце, в августе месяце. Но эти объекты переносятся из года в год. И я не человек, который там стоял на обочине последние 35-40 лет. Я был гуще всего того, что происходило в республике. И вот то, что у вас есть план получить соответствующие средства по удорожанию и так далее, эта схема не работает. За каждый рубль, который вы получили по удорожанию, вы будете нести персональную ответственность перед российскими законодательствами. Я это вам официально говорю, и это не пустые слова. Глава республики, председатель правительства, курирующий, выцепремьер, министр, мы неделю один раз отчитываемся перед федеральным центром. Дальше такого не будет, потому что есть закон Российской Федерации, есть нормативно-правовые акты, есть проектно-смертная документация. Согласно проектно-смертной документации и проведению всех конкурсных процедур, вы получили соответствующие средства, и поэтому теперь будет спрос с вас. Почему вы своевременно не осваиваете эти средства? Ссылка на то, что вы являетесь подрядчиком, суподрядчиком, у вас объективные причины, необъективные причины, это все разговоры, пожалуйста, осуждайте у себя настройки. Я здесь проводил совещание в прошлом году, в декабре месяце, по строительству ФАПу через Министерство здравоохранения Республики Дагестан. Я разговаривал с подрядчиками. Я бы хотел сегодня посмотреть лицо этих подрядчиков, дагестанцев, которые обещали в свое время не сдать эти объекты, которые до сих пор не сданы. Не обещайте ничего того, что вы не можете. В преддверии наступления Большого Хаджа перед многими паломниками остров встает вопрос о своевременном получении заграничных паспортов для выезда на священные земли. Главная проблема до недавнего времени заключалась в прекращении выдачи новых биометрических паспортов сроком на 10 лет. Но, как объяснили в Миграционной службе Республики, процесс в скором времени возобновится. По нашей информации, на этой неделе возможно будет снято это ограничение. Паспорта уже будем выдавать и принимать, оформлять, выдавать. Теперь для всех наших будущих паломников, кто хочет поехать, сообщаю, мы переходим на двухсменную работу с 8 часов утра до 8 вечера. Если будет необходимость, то и до 10-11 вечера будем работать. Суббота, воскресенье тоже будем работать. Начиная со следующей недели, Миграционная служба переходит на двухсменный режим работы. К предстоящему наплыву посетителей в управление подготовились заранее, что позволит избежать очередей и максимально упростить и ускорить выдачу необходимого документа. Это все согласно у нас с Духовным управлением. Если они нам принесут списки, мы, допустим, ФСБ как придет, сразу отправим Москву. Москву не месяц, а в течение трех недель мы можем выдавать послание. Не только выжила, но и полностью восстановилась. В Республиканской клинической больнице имени Вишневского проведена операция, в результате которой 77-летняя пациентка осталась жива. Сегодня, когда заболевание сердечно-сосудистой системы является одной из самых распространенных причин смерти в Дагестане, подобные операции становятся особо актуальными. Патиман Ханапова с подробностями. Женщина поступила в состояние оглушенного сознания, не могла говорить, полная утрата движения левой половины тела. После удачной операции и лечения 77-летняя пациентка уже готова к выписке. Такие случаи редки. Полное восстановление после инсульта – явление уникальное. Врачи говорят, при инсульте важна каждая минута. При возникновении первых признаков грозной патологии – это опущение уголка рта, нарушение речи, а не менее лица, рук или ног. Необходимо экстренно доставить больного в лечебное учреждение. Только в такой ситуации есть все шансы на полное восстановление. Так было и 77-летней пациенткой. Потому что инсульт не болит. Идет счет на минуты. У нас есть всего лишь 4,5 часа, чтобы избежать инсульта, избежать поражения мозговой ткани. Поэтому в это временное окно 4,5 часа мы можем помочь без какой-то критической ситуации, без инвалидизации пациента. Эта история показывает, как оперативность и неравнодушие родных и близких может спасти жизнь и сохранить здоровье больного. В Кизляре прошел ифтар для молодежи, который собрал более 800 человек. На протяжении всего вечера для молодых кизлярцев была подготовлена познавательная программа. Среди присутствующих была организована и викторина с подарками. Организаторы мероприятия выступили представители Муфтията Республики в городе Кизляр. И о спорте. Икрам Алискеров узнал соперника по дебюту в UFC. Первый поединок дагестанского бойца в лиге пройдет 6 мая в Лас-Вегасе. Его оппонентом станет американец Фил Хейза. Контракт с ведущим мировым промоушеном Алискеров подписал в сентябре прошлого года, выиграв на шоу президента UFC Даны Уайта. До этого 30-летний Алискеров выступал в лигах «Брейв» и «Игл» и «ФСИМ». Всего в активе спортсмена 13 побед при одном поражении в ММА. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова